Всем привет! Играем в зайчика, в зайчика-побегайчика, продолжаем играть. Пока я настраивала камеру, в общем, ткнула случайно пальцем в цинковое ведерко, поэтому вот читаем, давайте вместе с вами. Брошенное кем-то цинковое ведерко с притаившейся на дне тряпкой было до краев наполнено мутной канализационной водой. От него исходил какой-то химически солноватый смрад, причем с такой страшной силой, что меня затошнило. Я отшатнулся про себя, молясь избежать участи дежурного. Тут я случайно, на самом деле, ткнула в ведро, вот еще можно пакет. На подоконнике кто-то оставил сменную обувь, пару потертых шанхаек. Судя по размеру, они явно принадлежат мальчику моего возраста. А что такое шанхайки? Вьетнамки? Знаю, шанхайки что такое. Хочешь узнать, кто дурак? Переверни меня. Готов поспорить, с обратной стороны точно такая же острота. Интересно, долго бы Семен крутил такую бумажку? Попадись она ему в руки. Ха! Антоха намекает, что Семен-то дуралей. Дурачочек. Ну, слушайте, я как бы, я как бы что думаю? Вот вы бы что выбрали? Кому пойти? К Полине? Девочке из фантазии Антохи, такой вполне себе земной. Назовем ее Синицей в руках. Или Калисия, которая очень загадочная особа. Эдакий журавль в небе. Но как бы представляет собой тайну. Манит именно неизвестностью. Я бы, наверное, если бы со мной случилась такая ситуация, мне было бы 12 лет, и меня бы звали Антон, я бы, наверное, пошла бы за Полиной. Но, так как я сейчас играю в игру и отыгрываю персонажа, хотя обычно же люди наделяют персонажей и главных героев своими качествами. Они как бы как раз таки выбирают то, что сами бы выбрали. Сложный выбор, конечно. Ну, нет, я, наверное... Мне кажется, что будет интереснее выбрать Алису. Несмотря на то, что с Полиной у Антона могло бы все получиться. Это мы пойдем к Алисе. Застегнув рюкзак, я сбежал вниз по ступенькам. Кого интересная такая... Снова оценил обстановку во дворе, уже через окна вестибюля. Никого подозрительного. Входные двери скрипнули. Звук напомнил музыку из триллера. Такая высокая нота, предшествующая напряженной сцене. Я шустро обогнул школу, стараясь не попасться никому на глаза. Из школьной столовой пахло выпечкой и сжженным сахаром. Я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина, чуть склонив голову, скользила смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно. Да и Полина, просто темный обриз, рисунок на желтом листе окна. Не, хотя я пошел дальше. Мужик! Мужик опять этот подозрительный физрук! На школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот вздувалась и опадала. Где, где сетка-то? Тут нет стадиона, ты че? Ветер гонял по полю белой смерчи. Где-то неподалеку шумел невидимый трактор, такой же невидимый, как стадион, видимо, спугнувший стаю каркающих ворон. Звук мотора напомнил орев голодных зверей, гнавшихся за мной по снежным пустошам. Вновь вспомнилась эта странная лиса со своей маской. Сейчас, при свете дня, было очень трудно поверить в ее существование. Как она там сказала? На заднем дворе, возле повешенного... Что за ерунда? Какого еще... Опять этот кашляет, блин. Проверься, сходи, флюорографию сделай. Использованный шприц затесался среди окурков. Надеюсь, кому-то просто понадобился укол инсулина. Видите, кстати, нифига, это не инсулиновый шприц. Инсулиновые шприцы, я вам сейчас расскажу, они вот такие с коротенькой иголочкой. Потому что инсулиновые уколы, они подкожные. А вот этот шприц, который там валяется, это внутримышечный. Поэтому не позволяйте никому себя обмануть. Это наркоманы. Стопудовый наркоман. Э, мужик! Мужик ушел! Мужик ушел, я хотела в него уткнуть. Я посмотрел на стену. Над просмоленной полосой был нарисован пляшущий в петле человечек. Кто-то здесь играл в виселицу. Вокруг человечка каракули. Побег, страх, правда. Виселица, кстати, офигенная игра. Ближе, мой сладкий. Я не сразу понял, откуда звук. Взгляд заметался по безлюдному закутку на задворках школы. По окнам, отражающим солнечный свет. По снегу. Один из сугробов задрожал, словно вулкан перед извержением. Ща выпрыгнет. Отдай твое сердце! Не успел я опомниться, как белая корка лопнула и из-под снега выпрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь произведенным эффектом. Че она там сидит, блин, в снегу, в это, в пальто? Щас пальто, блин, промокнет, твое, будет холодно. Снежок серебрился на ее шубке, понятно. Музычка, кстати, пошла такая веселенькая. Так, а знаете, это заставка к Sims 4, вы могли начинаться по этому музычку. Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем и сравнить. А, любитель Фури. Заразными? Ядовито-сладкими? Отпор не дал, сердце потерял. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебе! Резво зачерпнув горсть снега, я скатал снежок и зарядил им в Алису. Она попыталась увернуться, но было поздно, снаряд угодил в плечо. Так тебе и надо, поняла? Ох ты ж, гадкий мальчишка! Да, вот такое я! Ха, я еще и Семена навалял. Лиса плавно отпрянула, вооружаясь. Ты хитер, да мы хитрей! Достала пистолет. Ловок ты, да мы ловчей! Ха! Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, реющим над нами. Я хотел пригнуться, но поскользнулся и упал на колени. А пока поднимался, снег прилетел прямо в лицо, а палил холодом щеки. От досады я выругался на всю улицу. Я уже боюсь, что же он сказал? Что бы я сказала в такой ситуации? Нельзя говорить, вы сейчас скажете, что я досады выругался на всю улицу. Ну блин, как? Что, 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 что? Сейчас, сейчас, сейчас я угадаю. Ну, я бы сказала бы слово на букву С в данной ситуации. Но Антоха, мне кажется, скажет здесь слово на букву Б. Скринть. Блять! Победа! Первый раз так радуюсь. Словечки из песен сектора газа с кассет, что я слушал тайком от родителей. Будь рядом папа, он выкрутил бы мне уши. Чего-чего, мат он не терпел. Изъяснялся исключительно литературным языком. Да ладно тебе. Не больно же совсем. Она сочувственно отряхнула мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно с недеткой заботливостью сняла мои очки, сдула с них снежинки, а затем протянула обратно. Вот так. Один-один, Тоша. Помните, кстати, мою теорию из прошлых видео, что Алиса это Оля? Потому что Оля, наша младшая сестра, демон. Демон воплоти. Она, кстати, его называет Тоша. И, по-моему, она единственная, кто в этой истории его называет Тоша. Так что смотрите, вот тут, если будет Оля, Алиса, я вас предупреждала. Тоша меня называли только близкие люди. Угу, угу. А я даже настоящего лица ее не видел. Не знал ни фамилии, ни класса, ни той, если у нее хвост под шубкой. Хвост, я смотрю, прямо ему покой не дает. Желаешь отыграться? Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться. А то меня родители станут искать. Ох. Лиса демонстративно зевнула. Родители. Как скучно. Да не будь ты таким занудой. Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Оля бы знала, кстати. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный птик. Вот. Она задергала мохнатой лисьей бровкой. Ха. Я не искренне хохотнул, не решив до конца, смешно ли это, вот так шевелить частями маски. Ну же, Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. И если победишь... Я дам тебе посмотреть хвост. Лисичка приблизилась вплотную и встала на цыпочки, едва не коснувшись шершавым носиком моего лица. В глубине глаз плели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодно-приторным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Когда у тебя все хлопот... Когда у тебя все хлопот, что беситься и уплетать конфеты. Интересная формулировочка. Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе показать. Найдем твоего мову. Внутри у меня сжалась пружина. В животе заныло, не сказать, чтобы неприятно. Как же странно, только что я болтал с Полиной, а теперь Алиса тащит куда-то. Чувство такое, будто я расщепляюсь, раздваиваюсь, как могильные кресты на той жуткой пленке. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка. Шутки. Давай, скорей. Засмеявшись, она махнула подолом и побежала к дороге, по которой мы шли в школу. Ее обещание, чуть ли не угроза, загипнотизировало меня. Я нагнулся и зачерпнул снег. Вот бы у меня было специальное устройство, чтобы распознавать, когда шутит Алиса, а когда говорит всерьез. Вот Антоха. Антохе всего 12 лет, а он уже думает о таких важных вещах. Да, с женщинами всегда так. Или у таких, как она, всегда третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и горячим дыханием на ухо. Я хотел победить. Наказать ее за быстроту и свободу, которой слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще, что-то неясное завладели моими чувствами, опьянили. Как тогда, когда я наелся вишен из маминой наливки и лежал, соткнув веки, а кровать вращалась подо мной, голова ходила кругом. Я сплюнул, вытер губы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну давай поиграем! В вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. Бежим! Вот показалась знакомая улица с деревянными столбами, уже совсем не страшными. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь, залают цепные псы. Люди высунулись в окна. Фигурка Алиса маячила впереди, дразнилась. Но швырять мне снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря снаряд бы расстраивался. Вдоль расчищенной дороги замаячили искалеченные морозом березки. У деревья выселся огромный снежный холм. Видимо, сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрячется целый выводок лисичек. Нет, подумалось, лисичка одна, не бывает второй. Ее и одной слишком много. Возле рощицы бегала моя вторая утренняя знакомая, дворняга с изябшими лапками. Принюхавшись, она пометила голые кусты смородины и шустро засеменила к другим. Алиса вынурнала из-за холма. Жулька! За мной, девочка! Собачонка подняла уши, одобрительно гавкнула и побежала следом. Помчались все дальше, изредка обмениваясь снежными залпами, хохочаясь, потыкаясь. Впереди рост поднимался до низких облаков в зимний лес. Мы достигли его тени, костистые, почти осязаемые. Лиса юркнула за исполинскую сосну, явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот. Это был хороший план, но ее выдавала жулька, крутившаяся рядом. Отломив сухую ветку, я решил действовать еще хитрее. Насадил на сучок шапку и поднес к сосне. Пускай решит, что это моя голова высовывается из-за ствола. О, стратег! Чтобы не рассмеяться, я прикусил губу. Прыгнул с другой стороны, пульнул снежком в упор. А кто об шапку держал в это время? Наверное, Алиса сразу раскусила мою уловку, но позволила мне победить со счетом 3-1. Я был ранен в ногу, она же с прострельным животом и грудью истекала передо мной вытуманной кровью. И молила о пощаде, довяясь от смеха. Молю, сжалься! Побираю! Да все, все, живи! Спасибо, добрый рыцарь! Она притворилась, что кланяется мне, схватила полные горсти снега и, как умирающий воин, в последние отчаянные попытки метнула их в меня. Я легко уклонился. Гагачаев, возмущаясь одновременно, добил воительницу двумя прицельными выстрелами. Живи, живи! Научил бы меня жить, раз умный такой. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха! Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Так, так, так. Выстрелив слепую, она кинулась за деревья. Раз, два, прилети, сова! Три, четыре, пять, время поиграть! Я неуверенно двинулся к бурелому. Шесть, да, шесть! Дыбом волчья шерсть! Померещилось, что я действительно вижу хвост, скользнувший по кустам. Будто привязанно я бросился туда, где ветки схлёстывались, помогая Алисе прятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Ветви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врёшь, лисичка, поймаю тебя! Голос Алисы плутал за буреломом. Семь! Восемь! Бьём копытом озимь! А я тебя недооценила! Думала, ты просто мальчик! Уверены, что она стоит за чахлой осиной, я выскочил на перерез. Но здешняя кустика обманула. Теперь её голос журчал слева. А ты зайчик! Я мальчик-зайчик. Шустренький, хорошенький! Снежок вылетел из тёмного укрытия, просвистел надухом. Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! Яркая лисия шуба мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через ров. Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Моим мясом! Самым важным для меня сейчас был меховой воротник, рыжающий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почуявшего добычу. Рывок, и лиса в моих объятиях такая гладкая и желанная. Всё, всё, всё! Ты победил! Она прислонилась к шершавой коре, засопела. Пожалуйста, давай немного отдохнём. Ты слишком быстрый. Слишком сильный. Лакомый слишком. Чего-то мне не нравится, куда это всё идёт. Довольный, я подбоченился в ожидании награды от побеждённой. Она тебя сейчас сожрёт. Беги! Но вместо приза получил подлый снежок в своё напыщенное лицо. Заливаясь хохотом, хитрейшая из хитрейших рванула прочь. А я даже не думала сердиться. Да сколько мы бегать-то уже будем? Я победила уже три раза. А что бы то ни стало, надо догнать Алису, а прокинуть её, оседлать. Двенадцать плюс. Не додумываем. Сорвать с неё маску и увидеть всё. Бедный зайчик прыгает. Возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете. Прижимает уши. На небо коситься. Небо не видать. Небо действительно исчезло за навесом крон. Я ориентировался по лаю глупой жульки, что не отставал от хозяйки. И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представлял в школе. Оказывается, нестись во весь опор так легко? Скорее, выше, быстрее. Мне казалось, внутри отворился какой-то потаённый ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, лёгкие увеличились, а я сам будто стал сильнее. Флэш, представляете? Даже зрение обострилось. Я видел каждую леденелую веточку, каждую зазубрину на коре. У кустов валяло что-то пёстрое, деталь одежды. Так-так-так, куски вовы пошли. Ещё одно цветастое пятно справа. Алиса скидывала себе вещи на бегу, как шкуру. Вон, раздевается. И я, крылёный, стащил зубами варежки. Зачем, дуролей? Раздеться полностью, отдаться ветру до остатка. Скорее! Я потянулся сбросить шапку, махом откинуть всё, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Рюкзак тормозил. Я швырнула его в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале, цветными тетрадями в линейку и клетку, со всеми рисунками на полях и динозавром для Оли. Оля! И вдруг в голове возник отчётливый образ. Сестра, застывшую окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижались к секлу и, согрев его, отпечатались. Она бы согрела так целый мир. Оля смотрит на тайгу и повторяет моё имя. Тоша! Я остановился, глубоко вдохнув, и понял вдруг, как всё это сумасбродно и глупо раздеваться в лесу, догола в погоне за лисицей. Я вернулся за рюкзаком, будто за оброненной частью самого себя. Снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня, умоляла вернуться после школы как можно быстрее. Что ж я за брат-то? Бегаю по лесу, которым сам же пугал сестру. Веселюсь, когда ей за порог запрещено выходить. Сиди в клетке, Оль, и смотри в сотый раз одни и те же мультики. Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Вот это поворот! Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Семёна и его гогочущая шайка. Ну, здорово, Антошка! Опа! Хулиганы! Пойдёте на приюху? Бяша будет за этим. Я вам раскрыла тайну, что я уже смотрела прохождение. Ладно, я уже рассказывала, что я смотрела прохождение. Короче, вот это Бяша слева. Я запомню. Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? Очкарик в зубе, фарик на! Такие у Бяша шутки. Словно хищная стая, они окружали меня, вынуждая пятиться. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Алиса! Имя спутницы превратилось в давленное сипение. Сосны качались молчаливыми стражами. Взгляд мой заметался. Я так мечтал увидеть за деревьями лисичку, ждал, что она придёт на помощь. Но лишь ветер отвечал на мои призывы. Где Алиса? Что вы с ней сделали? Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Какая ещё, Алиса? У тебя чё, кукуха поехала? Ну да, немножко я собирался голый, так что бегать по лесу с лисой. Не ссы, ща в миг вылечим. Доровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево. Но как, полегчало? Да чё-то нет. Неужели? Это, кстати, может быть на превьюшку. А? Нормалёк? Неужели Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам? Нет, не верю, не желаю верить. Глядите-ка, пацаны. А здесь он не такой борзый, как в школе. Ага, вылитый терпел на. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Так ты сам же приезжий, тебе же сказали, что недавно перевели там что-то в школу. Семён уже двинулся на меня, замахнувшись. Печатка у него, ля. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул и здоровяк покорно опустил занесённую руку. Это было неожиданно. Главный в банде оказался не Бабурин. На деле все слушались этого похожего на хищного зверька парнишку с крепкими и острыми зубами. Бить не стали. Видимо, собирались для начала поглумиться. Слышь, гандон, батькович, это что ли твоя Алиса? Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шерсть которой налипли камки снега. Хулиган присел на корточки и жестом поманил собаку. Ой, ты батюшки. Алиса, ко мне, сучка блохастая. Остальные мерзко захихикали. Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда. Иди, иди, дам кое-чего. Лохастая. Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела, скуляв в ближайший сугроб. Вот тварь им, малолетние, блин. Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Боковым зрением я заметил, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевельнули за индивелами шипами веток. Робка, она ж больше срать не сможет. Давай теперь я. Второй раз, ебану, минус на минус даст плюс. Но дворняге уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним косяк на. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Всек. Да без Б. Семен демонстративно поднес к моему лицу весистое кольцо-печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клейма на всю жизнь останется. И куда подевались моя потаённая сила и храбрость? Стой! Я просипел стоя, а голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. В смысле, он головой вот так сделал впечатку или что? Это было глупо. Красные искры брызнули из глаз. Бяша! Подсобие! Знакомьтесь, Бяша. Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами и тут поставил подножку. Я упал на острую корку льда и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случи мне пидик. Как это связано? От злости и обиды я начал задыхаться. Больно растало. Ухо пульсировало и пекло, точно его отрезали, а поверх пришли ком крапивы. Чё молчишь, Антошка? Отвечай, ты педик? Мо педик! И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость, концентрат моей злобы. Как чернила спрута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! Знаете, что мой... Мой отец... Тотопедик? Ромка поднял руку, остановив поток лжи, и сделал пару шагов вперед. Семён медленно отступил, дав мне возможность встать. Неужели поверил? Или его смутило моё перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? И мой. Нормально, подыгрываем. Да, и в каких войсках, интересно? Танковых? Я замялся. Страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Бля, буду на! Думал, меня так просто развести? Блин, не получилось. Я тебя, сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. Ха, в школе тебя училка спасла. Ну, а теперь всё! В общем, расправу над Антохой оставим на следующую серию, потому что у нас времечко заканчивается. Спасибо всем, кто смотрел. Приходите. По-моему, следующая серия финал уже, да? Из тех, которые... Из эпизодов, которые вышли. По-моему, вот уже прям конец-конец будет. Не знаю точно. Ну, в общем, в любом случае, досмотреть надо. Всем любителям зайчика, привет-привет. Колокольчик жмякайте. Сами знаете, что делать. Лайки ставьте. А я с вами прощаюсь. До следующей серии. Всем пока-пока.